А вот и подъехала новая серия «Рождённой луной». Признайтесь, вы же тоже скучали за клубом романтики. Ну вот и я соскучилась, и нам пора переходить к восьмой серии. Наконец-то можно себе позволить забыть на время о проблемах. Я предполагала в конце прошлой серии, что, скорее всего, тут будет выбор между мальчиками. Но я пока не знаю. Я пока ещё не решила, кого выбирать. Вот мне сегодня пусть интуиция подскажет. Передышка, глава 8. Мия, раз мы по-прежнему не знаем, кто напал на тебя в общаге, возвращаться туда нельзя. Я понимаю. Виктор, о чём ты задумался? Думаю, над твоим переездом. Возможно, из страны. С документами, жильём и деньгами разберёмся. Чего? Всё слишком серьёзно оборачивается, и это хороший вариант. Поддерживаю. Я не могу здесь, друзья, учёба, работа, в конце концов. Я не хочу убегать. Если меня ищет кто-то влиятельный, то рано или поздно найдёт. Через 5 или через 10 лет. Да, тоже верно. Вампир, похоже, был иного мнения. Всё же, подумай над этим. Мне нужно время. Хорошо. Сейчас среди вампиров должно быть затишье. Исчезновение Говарда повлечёт за собой при распределении сил. Какое-то время вампиры будут друг у друга на виду. Общаться, договариваться, плести интриги. По идее, тот, кто устроил тебе проблемы, не сможет активно действовать, не рискуя привлечь внимание. Главное, не показывайся у колледжа. Солнце встаёт. Виктор, тебя закинуть домой или в клуб? Домой, если не затруднит. Машину заберу позже. Я заеду в сверхъестественное. Ты не против? Если обещаешь быть осторожной. Обещаю, буду. Макс? Не вопрос, отвезу. Мы ещё не сделали наш выбор между мальчиками. Ох, сейчас, наверное, ещё и Саймон будет. Спасибо. Да ерунда. Мия. Да? Давай куда-нибудь сходим в твоём. Спасибо. Я подумаю. Мия настояла, чтобы Макс оставил её одну и занимался своими делами. Ты достаточно потратил на меня времени. Ничего тут со мной не случится. Это с твоим-то везением. Ты или Виктор встретите меня вечером. Так будет хорошо? Ладно. Она коснулась руки оборотня. Спасибо. А Саймон-то ещё будет, хотя мы его послали, мне неловко как-то. Привет. Получила моё сообщение? А? Я писала тебе, что проблема с банком, похоже, решена. Ага. Ну да. Потому и приехала. Расскажи поподробнее. Ты что, это во всех новостях про это показывают? Руководство банка арестовано. Руководство банка арестовано. В том числе, найден настоящий хозяин. Он связан с мафией. Громкое дело. Конечно, не все вкладчики получат свои деньги обратно. Зато наш журнал оставят в покое. В общем, посадят эфиристов надолго. Думаешь, хозяин банка не выкрутится? Не знаю. Мия, здравствуй. Мистер Боу, добрый день. Действительно добрый. Да, хорошо, что всё закончилось. Ещё не совсем. Будет суд, но теперь всё наладится. Я очень рад, что мы все вместе сможем работать дальше. А я был уверен, что это ерунда. Что? Припомним сейчас. Луис, ты же тут больше всех панику наводил. Не ты ли говорил, что это всё? Финиш. Что нет больше сверхъестественного сегодня? Эээ... Просто... Ну, это была минутная слабость. Потом я не сомневался, что всё будет нормально. А, ну да. Я верю. Верстальщик бросил на меня неприязненный взгляд. Пойду работать. И мне нужно закончить с бумагами Уолтера. Что ж, давайте все вернёмся к делам. Мистер Боу, я написала новую статью. Отлично, очень, кстати. Молодец, Мия. Хозяин журнала направился за свой стол, и девушка спросила у Камилы. А где Тревор и Саймон? А про Тревора я не знаю. Запропастился куда-то. А Саймон ищет красивые места для снимков. О, ну ясно. Мия продолжила разбирать документы. Нужно будет ещё поговорить с Уолтером. Вдруг ему нужна помощь. С той же кровью, например. После ночной поездки Говарда девушка думала, что будет уставшей. Оказалось, что ей хватило короткого сна в машине на обратном пути, чтобы чувствовать себя вполне бодрой. А кофеёчек, дорогая? Выпей кофеёчек, всё будет окей. Уже ночь? Ладно. К вечеру Мия перебрала все записи своего предшественника. Отчитавшись за работу, мистеру Боу она взяла сумочку и выглянула на улицу. Перед редакцией стоял автомобиль Виктора. Да ладно, блин, я же с Максом хотела куда-то сходить. Виктор, ты хороший парень, но у тебя там есть подруга. Как прошёл день? Хорошо. Наконец закончила с документами. Теперь буду продолжать работать над статьями. Начала любить эту работу. Писать это интереснее, чем разгребать бумажки. Как думаешь, стоит Уолтеру помочь? Он же ничего толком не знает. Где брать кровь, какая у вас иерархия. Да, я встречусь с ним и поговорю. Отлично. А, мы к нему поехали, блин. Мия, ты не хотела бы немного развеяться? В смысле? Вампир взял девушку за руку. Я буду рад, если ты примешь моё приглашение на ужин. Как насчёт завтрашнего вечера? Сговорились они, что ли? Да нет, совпало, видимо, так. Виктор ждёт моего ответа. Решите, интересуют ли вас дальнейшие романтические отношения с Виктором и Максом? Я была права, я была права, я была права, что в этой серии мы будем решать. Блин, я не знаю. Понимаете? Давайте подождите, сейчас. Подождите, возможно, не с одним из них. Вообще-то можно было бы выбрать Тришу на худой конец или же... Блин, надо было Саймона выбрать, слушайте. Вот это было бы интересно. Ладно, давайте так. Сейчас с вами взвешиваем. Я объясню свою позицию. Если вы её не приняете, то это ваше право, конечно же. Но я прошу и вас не осуждать мой выбор, потому что это мой выбор. Я на него также имею право, как и вы имеете вы право на свой выбор. В общем, масло масляное, ну да ладно. Короче, Виктор поначалу мне понравился больше Макса. Макс мне казался каким-то таким вот понторезом. Таким вот, знаешь, пацан, такой вот свой пацан. Понторезный пацан. Но затем Виктор меня удивил отношением к мию в таких вот опасных ситуациях. То есть, а, на тебя напали. А, понятно, ясно. Ну, пойду морду набью. То есть, как-то вот хотелось от него увидеть какое-то сочувствие. Какое-то, я даже не знаю, как-то хотелось, ну, либо не вмешательство в плане силы, а просто его отношение. А тут нам, типа, мне он показался каким-то в этом плане, ну, пофигистом. Я понимаю, что он вампир и прожил миллион сто пятьсот тысяч лет. Но все-таки, если тебе нравится, блин, девушка, то какого хрена? Макс же мне начал нравиться действительно больше. То есть, он как более надежный парень, мне кажется. Ну, и как-то все-таки он... Я тут говорю сугубо, я сейчас не про внешность. Потому что, будучи подростком, наверное, я же говорила уже в прошлых сериях, я бы выбрала, наверное, Виктора. Сейчас как-то, мне кажется... Ну, не знаю. Давайте выберем Макса. Ладно, ладно. Я согласна. Хорошо, попробую. То есть, отталкиваясь от моих размышлений, ну, Виктор немножко упал в моих глазах. Принять приглашение Виктора, отказав Максу. Отказать Виктору, приняв приглашение Макса. Ну что, давайте попробуем. Чего-то я боюсь. Ребят, я боюсь нажимать на эту кнопку. Ну, ладно. Прости, но нет. Вы оборвали романтические отношения с Виктором. Божечки-кошечки, я даже боюсь потом заглядывать в комментарии. Пришло время расставить точки над И. Виктор, ты очень близок мне, и я обязана тебе. Потому не буду морочить голову. А? Я хочу расстаться. Пояснения какие-то. То есть, вот, я понимаю, что он серьезный такой, но... Блин, иногда девушкам тоже хочется романтики, Виктор! Они, пояснения будут какие-то... Я робот, я... Ну, ладно. Девушка вздохнула. Эх, видимо, придется. Сделай милость. В моей жизни появился парень, с которым, я думаю, у меня намного больше шансов построить долгие отношения. Это взвешенное решение? Да, прости. Виктор молча вышел из комнаты. Ну и пример, скажи, я себя чувствую. Но делать вид, что все по-прежнему было бы подло. И этого он явно не заслуживает. Вернувшись, вампир подбросил дров в камин. Произнес, глядя на огонь. Подобная откровенность требует больших сил. Больших, больших. В свете пламени Мия видела побелевшие скулы Ванарта. Голос же оставался спокоен. Чего у Виктора не отнять, так это умение держать удар. Уверен, тебе сейчас будет некомфортно оставаться здесь. Поэтому я забронировал номер в отеле и вызвал такси. Эх, он мне ведь жизнь спас, а я так... Виктор, прости, девушка вышла из дома. Ему много лет, он мудрый. Надеюсь, поймет. Вот опять, возле него крутилась та девица. Ну, мне почему-то кажется, что у Макса как-то чувство к ней побольше, что ли. Посерьезнее. Просто у меня складывалось ощущение, что мы действительно вот этот Грей, который из этого, из 50 оттенков. То есть он просто нашел для себя... Ну как, у него не отношение, как у Грей с Анастейшей. Как ее там звали, уже не помню. Но... Ну как-то... Мне казалось, что складывается печенье, что просто она для него очередная. Надо Максу позвонить. Девушка набрала номер. Оборотень ответил сразу. Привет. Спасать надо? Куда ехать? Мия улыбнулась. В трубке послышались радостные детские визги. Все в порядке. Я звоню сказать, что согласна. С чем? На заднем фоне какой-то мальчишка требовал забивать в девятку. И непременно бобру. Я про свидание, Макс. Ты вообще где? Работаю. Свидание? Какое? Ты о чем? Мия решила подыграть оборотню и ответить его же монетой. А, я, наверное, перепутала. Это не ты меня приглашала, извини. Тогда отбой. Постой, постой, постой. Вспомнил. Это был я. Ну надо же. Точно? Даже через телефон было понятно, что волк улыбается. Абсолютно. И... Мия... Что? Я рад. Очень. С Ван Артом проблем не было? Нет, не беспокойся. Все окей. Когда тебя ждать? Ты завтра в редакцию собиралась? Да. А вот после я тебя и заберу, если не против. Договорились. Попрощавшись, Мия прервала связь. Отель подождет. Сначала надо посвятить немного времени красоте. Хочу завтра чувствовать себя на все сто. Ну, конечно, это ты себе хочешь красоте посвятить. Ты хочешь мой кошелек посвятить своей красоте, дорогая моя. Здесь можно было найти все. И салон красоты, и магазин одежды. Игра ты громкая. Вы понимаете, у меня стоит почти минимальная громкость. И все равно она громкая. Мия прикинула, сколько у нее денег. А, слушайте. Она же больше спонсировать ван арт не сможет. Хотя ладно, на него мы слишком много денег тратили. Начнем с одежды. Ранее вы взяли деньги. Благодаря этому вам могут быть доступны особые наряды и прически. Ладно, блин, это... Это мои монетки. Ой, эти монетки. Кристальчики. Платье дуэт. Мне не нравится. Белое платье с декольте. Ну, оно мне тоже не очень нравится. Серое шелковое платье за деньги. Ага, за деньги банкира. Отлично. Слушайте, ну вот это уже неплохо. Настильный комбинезон. Не, 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 не. Я больше у нас не понимаю. Давайте за деньги банкира. Ну, это неплохо. Затем настала очередь прически. А, да, у нас же денег полно. Что? Каштанова? Не, ну, ну, ну. Кто для тебя такие варианты выбирал? Розовые, шмузовые. Небрежный пучок. Укладка гортензия. Гортензия русы. Наверное, попробуем укладку взять. Слушайте, ну, давайте, давайте возьмем вот это. Ну, вроде выглядит неплохо. Мне не очень нравится. Ну, да ладно. Все, деньги потратили. Денег нет. А, еще остались? Отлично. Прекрасно. Молодец, моя дорогая. Сэкономила мне на бриллиантах. Когда следующим вечером Мия вышла из редакции, Макс ее уже ждал. Привет. А он переодеваться хоть иногда планирует или нет? Давай скорее садись в машину. Макс? Давай, давай. Девушка мигом забралась в автомобиль. В груди похолодело. Рядом село, братинь повернул ключ зажигания. Ага. А ты чего присти... А ты чего пригнувшись сидишь? Мало ли, ты что-то или кого-то заметил? Нет. Тогда какого черта ты загнал меня в машину? Испуг плавно переходил, уступая от злости. Подумал, вдруг тебя такую симпатичную кто увидит и решит украсть? Понятно. Что? Мне кажется, смотря на тебя, даже геи думают, а может я зря? Вот я и поторопил. Три точки. Девушка стукнула волка. Ай, Мия, я же за рулем. Перестань меня бить. Макс, у меня что ни день, то сюжет боевика. Ты думаешь, как я сейчас на мир смотрю? Сдаются мне хмурые исподобья. Ладно, хорошо, я виноват, прости. Забудь, это у меня нервы некудышные стали. Да, ты права. Зачем извинялся тогда? Ох уж этот романтичный оборотень. Я всегда так делаю, чтобы не ссориться с девушкой. Ты ужасен. Комплимент сделал, извиняюсь. Даже побои стерпел и в итоге ты ужасен. В итоге ты везешь меня на свидание. Оборотень задорно рассмеялся. Акценты расставлять ты умеешь. Машина выехала на Хэйвэй и через какое-то время свернула на грунтовку. А вот мне интересно, он вообще расскажет, сколько у него там было? Вспомнив, что по вине одного умника у тебя был неудачный опыт общения с природой, я решил исправить то впечатление. Я так понимаю, что Ван Артас, наверное, в какой-нибудь вщенебельный ресторан бы повел. Наглядевшись, меня заметила. Тут чудесно. И даже мобильная связь есть. А ты что, в инстаграмчике решила, красавица, посетить пофотку с твоей губки? Давай в этот самый, Макс, давай сфоткайся в инстаграм, я напишу хэштег «Новый парень». Ребят, меня Даня туда несет, поэтому не удивляйтесь. Рад, что понравилось. Присаживайся. Как насчет мяса на огне? Есть и рыба. Не знал, что предпочтешь. Ммм. Рыба на углях, овощи. Конечно, мясо. Отлично. Оборотень достал из багажника пластиковый бокс. Открыл. В воздухе поплыл пряный аромат трав. Ммм. Думаю, будет вкусно. Обещаю. Немного вина и мед. Ты, похоже, не просто хорошо готовишь, а всерьез увлекаешься. Волк улыбнулся. Мне приятно накормить девушку едой, которую сам приготовил. Считай, это причудой такой. Находишь это сексуальным? Девушка глянула, как Макс лихо обращается с ножом. Как легко и непринужденно все у него получается. Я думаю... В этом явно что-то есть. Оборотень подошел к Мии вплотную. Она замерла. Макс коснулся мочки ее уха губами. Вздохнул. Ау. По телу девушки пробежала дрожь. Легкий, мягкий и бесконечно чувственный поцелуй заставил голову Мии закружиться. Постой, герой. У меня руки в соли и перце. Заметно просевший голос выдал, что и волка поцелуй спокойным не оставил. И верно. Иди за углями смотри, а то без ужина останемся. Я еще много вкусного взял. Иди, иди. Ты выпить не хочешь? И спиртного, пиво и вино. А еще есть сок. Давай. Узнать Макса ближе, не мешать... Узнаем, конечно же, чтобы зря сейчас это затеяли. Хочу тебя спросить. О его бывших девушках! Ура! А у тебя было много девушек? Обратень попернулся соком. Сегодня или вообще? Смешно. В вопросах о бывших есть что-то сакральное, однозначно. Все девушки этим интересуются. Не все. Да, оно и видно. Хорошо. Я берегу себя для одной единственной, которую полюблю всем сердцем, возьму в жены и подарю ей свою девственность. Ха! Что за чушь? Ответь, я честно, скорее всего, услышал кобель. Серьезных отношений не было. Все с тобой понятно. Давай о работе спросим, почему ты пошел в педагогику? Детей люблю. В самом деле? А что удивительного? Я на их фоне выгодно смотрюсь. А главное, умно. И ты знаешь, какие мне признания и подарки девчонки делали, когда я практику проходила до шкалят? Совочек? Круче. Например, зуб. Молочный резец. Хранишь? А то. Такой артефакт. Волк с удовольствием рассказывал о выходках и достижениях своих учеников. Многие из них оказались действительно забавными. Ну, спросим о семье. Макс, откуда ты родом? Как я поняла, вы сюда переехали. Переехали относительно недавно. Переехали относительно недавно, Ральф, Одри и я. Дядя Джон с дедом неподалеку. Ну, а Хелен, можно сказать, местная. Мне было интересно, где родители Макса, но спрашивать она посчитала неделикатным. Впрочем, немного помолчав, оборотень рассказал сам. Мы были на севере, когда брат поехал учиться. Дед жил в небольшом городке. Тут недалеко. Дядя Джон с ним. Вот, Ральф сюда перебрался. Потом погибли отец с матерью. Брат как раз на Хелен жениться собирался, а тут вот так. Мне жаль. Да, все нормально. Короче, забрал нас Ральф к себе. Дом решили общий купить, большой. Магазин открыли. А там и Шон родился. Твой отец был главой стаи? А Джон его брат? Верно. Почему Ральф глава стаи? Дядя Джон всю жизнь одиночкой был. То у деда жил, то с нами, то гостит на севере. Там наша родня по линии матери. Такие как дядя, вожаками не становятся. Это из-за нас Одри он стал более оседлым. Хотел больше внимания, поддержки нам дать. А как же родни по матери? Мы общаемся, но это другая стая. В свои порядки. Сколько тебе было лет, когда... Все произошло? Как Шону сейчас. Девушка сочла тему не совсем удачной для свидания и ввела разговор в сторону. Вскоре было готово мясо. Ммм, как здорово. Очень вкусно. Тебе надо было поваром идти работать. Ну уж нет, спасибо. Я кормлю только тех, кто мне нравится. Ты фейерверки любишь? Конечно, а что? Оборотень хитро подмигнул и через мгновение извлек из дерева ящик с разноцветными цилиндрами и кубиками. Макс, с тобой не соскучишься. В кустах был спрятан не рояль, а коробка с пиротехникой. Выбирай, кого запустим первым. Девушка тнула в один из самых больших. Отлично, сама поджигать будешь или мне доверишь? Давай ты. Трусишь, что ли? Я? Ты смеешься? Бан грабить я не трусила, а тут и напугалась. Просто от них руки неприятно пахнут. Сейчас будет очень романтично. О, кстати, мы лес-то не подожжем. Нет, это хорошие фейерверки. Бьют далеко и сгорают в небе полностью. Значит, давай запускать. После громкого хлопка в высоте распустился переливающийся огромных цветок хризантемы. Хризантемы. Его сразу же разрезали яркие рощерки цветных молний, рассыпавшиеся веерами искр. Фью, бах! Бах! Бах-бах-бах-бах-бах-бах! одна из искорок все-таки долетела до земли и попала в меня. Иначе почему так тепло внутри? Может, дело Макси и в том, что он рядом? А может, он и есть та искорка? Ооо, как романтично, я уже лужица. Фейерверки угасли, но волк все так же продолжал обнимать ее, стоя сзади. Ну ладно, 30 кристалликов, куда же вы? Она посмотрела на волка. В его глазах кувыркались чертики. Три точки. Макс прижал девушку к себе. Три точки. Его тело плывало. Макс, почему ты такой горячий, будто в лихорадке? Оборотней температура выше, чем у людей. Не дав девушке сказать еще что-нибудь, волк накрыл ее губы своими. Мир поплыл, наполняя желанием. Три точки. Вскоре Мия стала не просто тепло. Ей было жарко. Макс завелся не на шутку. На секунду девушке показалось, что его дыхание вот-вот перейдет на рык. Но он был исключительно нежен. Возбуждение сделало нервные окончания чувствительнее. Волны удовольствия одна за другой прокатывались, накрывая пару. Макс. Мия. Он скинул с себя все лишнее и помог Мии. О-о-о. Три точки. Побежали. Макс подхватил ее, заставляя скрестить ноги у него на пояснице. Одной рукой волк поддерживал девушку снизу. Второй гладил вдоль позвоночника. Миг и... Мия стала едино с Максом. Подожди, а тут... Подожди, он же был без футболки. А тут он снова в футболке и в штанах. Какие воно... Ладно, все, я молчу. Я уже путаюсь. Оборотень качнулся. Жар. Ах. Еще движение. Снова. Мммм. Горячка, переходящая в агонию страсти. Ох, ах. Мия судорожно вцепилась ему в плечи. Проступили царапины, но волк поглощенной близости этого не замечал. Ох, ах. Девушка буквально затрясла, под веками мелькнул фейерверк и стало очень легко. Макс успокоился чуть позже. Сейчас опять будет без футболки. Опять футболки, ну. Три точки. Перехватив Мию под колени, он отнес ее в машину. Укутал в плед. Повозившись, устраиваясь на сиденье поудобнее, девушка задремала. Ммм, как это романтично. Ладно. Как доехали и как Макс занес ее спящую домой, Мия не помнила. Открыла глаза, она уже утром. Чем-то вкусно пахла. Сейчас я вам говорю, под конец, на пятом сезоне мы уже будем такой пышечкой, потому что Макс нас, наверное, откормит. Через пару дней девушка сидела в баре и ждала... А, вы про Тришу вообще забыли? Какая Триша? Да вы что? Макс согласился отпустить Мию одну, взяв обещание держаться от колледжа подальше. Привет. Подруга поцеловала Мию в щеку и села напротив. Почему ты в общагу не пришла? Как съездила вообще? Как скауты? Опять врать. Как же надоело. Так, родная, не, мне надоело, что ты ходишь... Ну, ты пошла с подругой. Ну, при чем тут? Нет, типаж мы тебе сейчас менять не будем. Хотя можно было бы взять ее из... Представляете, сейчас берем ее полностью меняем. А ребята вообще не понимают, что мы поменялись. Я хочу вернуть те блондинистые волосы. Она мне как-то в них очень даже нравится. Ну, где у нас черные, а может вот этот вернуть? Ммм... Да нет, давайте вот этот вариант. Платье поменяем, одежда. Ммм... Одежда, одежда. Что? Где мое черное? Нет, в платье ходить не хочу. К подруге можно было, в принципе... Нет, ну, джинсовое. Давайте, может быть, вот этот вариант возьмем. Или вот этот. Нет, в этом мы будем на всякие эти самые ходить. Курточка давайте возьмем вот этот. Так вот мы ждем с подругой гулять. Ну, нас устраивает. Опять врать. Как же надоело. Отвечаю в обратном порядке. Скауты чувствуют себя прекрасно, съездила хорошо. Развлеклась. А в общагу не пошла, потому что есть хочу. Пообедаем и отправимся по магазинам, если ты не против, конечно. Я? Да я всегда за. Мы с тобой давно не выбирались, пока еле девушки болтали на разные обычные темы. Колледжи, покупки, новые фильмы. Все это совершенно отвлекло Мия от вампиров, пророчества и оборотней. И в торговый центр она поехала в чудесном настроении. Опять тратится? Да ты что, удиваешься? Вот таранжира мелкая. И что мы тут будем делать? Выбирать, в чем вечером пойдем в модный клуб. Я приглашаю. Класс! Обожаю шоппинг. А подруги заглядывали то в один, то в другой магазин. А сейчас в салон красоты? С удовольствием. Через какое-то время Мия и Триша, довольные собой, отправились развлекаться в ночной клуб. Подождите, подождите, я ж не выбрала для вас какую-то одежду. Ну что ж такое? Вау, тут круто. Опять надо переодеваться? Вот ты что, на дно издеваешься? Ночной клуб, ночной клуб. Опять черная, что ли? Давайте, наверное, все-таки короткая черная. Блин, а нам там еще этот самый Виктор подарки делал, как-то неловко. Это здесь был концерт Бенни Барта? Угу. Итак, коктейли, танцы. И парни. Ну, попробуй. Думаешь, тут мало интересных? Хоть и вон тут устойки, видишь? Триша, ты опять? Фотографа вспомнила? Саймона? А-а-а, и чем все обернулось? Тоже. В смысле, ты о чем? Э-э-э, о вампирах и оборотнях. О том, как я с ним в лесу застряла во время грозы. Это не моя вина. Кроме того, думаю, что у тех, кто здесь тусит, машины надежные. А мы же ей все рассказали, по-моему. А мы вообще рассказали, что у нас как бы парень появился. Подруги веселились и танцевали, прижимались друг к другу спинами, и едва не касались губами. Триша не была бы с собой, если бы не строила глазки симпатичным парням. В конце концов, один из них подошел с бокалом в руке. Привет, а можно тебя угостить? Парень подал Трише коктейль. О, спасибо. Потанцуем? Мия посмотрела на незнакомца внимательнее. Вот черт, он же вампир. Триш, идем. Ты чего? А? Эй, постой. Парень протянул к Трише руку. Отвали. Мия оттолкнула его. Вон пошел. Ах, зря ты нарываешься. Да ну. И что ты сделаешь? Мия потянула подругу к столику. То есть к нам сразу вампир. Она потащила в клуб с вампирами. Класс, молодец. Да что с тобой? Все нормально. Только он мне не понравился. Подозрительный тип. Нормальный парень. Угу. Просто хочет выпить твоей крови. Нам такие не подходят. Девушки заказали мороженое. Клубничное, шоколадное, фисташковое, клубничное. Давайте шоколадное. Лучше б с карамелью было. Я карамельное люблю. Как вкусно. Открой рот. Мия послушалась, и подруга стала кормить ее с ложечки. Ха. Три точки. Ой, я тебя немного запачкала. Осторожно, чтобы не мазнуть помаду, Триша пальчиком вытерла губы Мии. На нас смотрят. Ну и что? Они немного поболтали о парнях. Потом Триша поднялась. Я сейчас. Угу. Может мы сейчас Виктора встретим. Через какое-то время Мия начала волноваться. Пора бы ей уже вернуться. Девушка оглядела зал. Ну и конечно же, этой дурехи нигде не видно. Она, наверное, с тем парнем, я думаю. Мы сейчас пойдем ее спасать, как обычно. Это же в нашем стиле, правильно? Ну что я вам говорила? Вампира тоже нет. Черт. Она подошла быстро. Она поднялась быстро, пошла к уборным. Триша! Тишина. В дамской комнате подруги не было. О нет, Триша! Спокойно. Куда она могла деться? Мия сжала кулаки. Вампир не мог увезти ее через зал, я бы заметила. Значит, додумала девушка уже на ходу. Распахивая дверь с нарисованным мужским силуэтом. А? Да ладно. Увидев Тришу одну, Мия подумала, что ошиблась. Но... Если вампира нет, почему Триша здесь? Бах! Боль в затылке, темнота в глазах. Мия не упала. Рррр. Отскачив в сторону и развернувшись, она увидела его. Три точки. Обычная девушка от удара вампира потеряла бы сознание с гарантией. Противник очень удивился. Это дало Мия время на принятие решений. Ударить, конечно же. Девушка бросилась на противника. На! Он отлетел, ударившись спину о стену. Оскалился. Три точки. Второй атакой Мия надеялась вывести его из строя. Но вампир увернулся, оттолкнул ее. Ррррррр. Я не ищу ссоры. Она была уверена, что перед ней недавно обращенный. Однако он был сильным и быстрым. Ха! Противник напал. Девушка отскочила назад. Отстань, чего ты хочешь? Ее! Он смотрел на Тришу, которая медленно выходила из гипнотического транса. Как? Как я тут оказалась? Найди себе другую жертву. Мия закрыла с собой подругу. Уйди с дороги! Три точки. Вампир прыгнул. Ррррррр. Ау! Мощный удар отбросил Мию в сторону. Она с грохотом влетела в одну из кабинок. Ау! Крик Триши оборвался. Мия кинулась к ней, но замерла. Только дернись, я ей глотку перегрызу. Вампир стоял, прикрывшись Тришей. Его эмоции были очень яркими. Мия восприняла их без концентрации. У него голод, он неадекватен сейчас. В любой момент сорвется и укусит ее. Триша, все будет хорошо. Прочь! Уйди отсюда! Мия не пошевелилась. Смотрела прямо в глаза вампиру, отвлекая его внимание от артерии, пульсирующей на шее Триши. Совсем идиот! А? Ты хоть соображаешь, чью кровь хочешь выпить? Эта девушка занята! Понимаешь, придурок, ее кровь уже принадлежит другому вампиру. Что? Что это значит? Послушай, мальчик. Надо уважать тех, кто стоит выше тебя в иерархии. О ком ты говоришь? Его клыки коснулись нежной кожи Триши, и девушка вздрогнула. А сам-то как думаешь? Само собой. О Бенни. О, скажем, о вампире, который тебя обратил. Я не знаю его. Зубы мне заговариваешь, дрянь. Нет, постой. В следующий миг вампир потерял над собой контроль и... А-а-а-а. Нет! Клыки рванули голод горла. Плохо. Кровь ударила фонтаном, пачкая стены. А-а-а. Ослепленная яростью Мия убила вампира. Упала на колени перед подругой, зажимая рану. И сразу поняла, что Триша не выживет. Да ну нафиг! Давайте переигрывать. Вы должны спасти лучшую подругу. Попробуйте еще раз. Ну я что говорила. Триша, все будет хорошо. А-а-а. Так, Бенни нам не подойдет. Хорошо. Моника. Говард. Наверное, Говард. Об Итане. Либо Итан. Говард или... Давайте об Итане попробуем. О вампире, который тебя обратил. Я не знаю его. Зубы мне заговариваешь. Постой, ну понятно, это не то. Может быть, Моника? Давайте попробуем с Говардом. О твоем хозяине, который тебя недавно обратил. Она его? Да. Отпусти девушку. Вампир колебался. Он боялся, но голод, жажда, кровь и подавляли страх. Мне поручено присматривать за ней. О? Мия уверенно пошла вперед. Я... Мне надо! Потерпишь. Девушка была уже совсем близко. Теперь я смогу. Назад! Атаковать гипнотизирует, взять под контроль Тришу, откинуть. Давайте нападем. Мия рванулась вперед так быстро, как только могла. Все тело пронзило боль. На! Маленький девчай... девичий девчачий кулак вырезался в лицо вампира. А-а-а! Он упал. Девушке пришлось ловить Тришу, которая вдруг потеряла сознание. О-о-о! Противник поднялся и выскочил из уборной. О-о-о! Мия не стала преследовать вампира. Куда больше ее беспокоило состояние подруги. Эй, ты как? Миша... Ой, Миша. Триша не отвечала. Глаза ее были закрыты. Ну, прекрасно. Какой надо быть умной девушкой, чтобы повезти свою лучшую подругу в вампирский клуб? Вот вы мне объясните, какого хрена она ее туда повела? Ну, зачем? Почему не пойти в другой какой-то клуб? Ну, сама виновата. Эх, друзья мои, зато у нас теперь появился официальный парень. А у нас появился парень. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, у нас появился парень. Так, следующая серия девятая. Мию спутники должны расследовать загадочную пропажу Тревора. У-у-у. Ну, об этом мы узнаем уже, друзья мои, в следующей серии. Поэтому, если вы хотите узнать, что будет дальше, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok